У Армении есть единственный путь наладить отношения с соседями, отказаться от территориальных притязаний. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с группой руководителей личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных Сил во Дворце Гюлюстан. Гость нашей студии Новорос Аслан, депутат парламента Азербайджана, президент общества Красного Полубесяца. Азербайджан, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте. Ну что ж, вот по словам главы государства, Баку будет наращивать военную мощь, правильно анализируя результаты и ход Второй Карабахской войны. Скажите, вот какие задачи сегодня стоят перед армией Азербайджана и с какими вызовами может столкнуться наша страна? Ну, начнем с того, что, во-первых, я хочу поздравить весь азербайджанский народ с этим днем. Мы вчера отпраздновали действительно День Вооруженных Сил Азербайджана, но в статусе уже победоносной страны. Об этом своем выступлении в Гелистане говорил господин президент. Это была программная речь. Я считаю, что в этой речи было заложено буквально все. Была проанализирована ситуация, какая она была до этого в историческом плане, во время военных действий. И в то же время были показаны конкретные шаги, что мы собираемся делать после этого. Перед нашими вооруженными силами стоят очень большие вопросы. И об этом господин президент сказал, что мы будем продолжать наращивать свою военную силу. Это означает не то, что не только покупка и заключение контрактов ряда вооруженного сформирования и техники. Это касается и подготовки военного персонала. Я так думаю, что это очень широкий и главный программ, на который наше правительство и государство будет уделять очень большое внимание. Приоритет вооруженных сил будет заключаться в обеспечении безопасности нашей страны. Это первичная роль и первичная задача, которую должны выполнять наши вооруженные силы. Это вот первая задача. И, конечно, мы, соответственно, будем наращивать свою экономическую речь. Мы будем экономический потенциал нашей страны увеличивать, чтобы своевременно оказать ту поддержку нашим вооруженным силам. Потому что после военных действий, после войны мы, естественно, как и любая воюющая страна, имеем технические потери. У нас есть некоторые недостатки вооруженных, допустим, техники и так далее. Мы должны это все наращивать. Для этого нужен очень большой экономический потенциал. И, естественно, правительство страны, в том числе и наш главнокомандующий, господин президент, все это видит, все мы это знаем. И мы систематично готовимся к этим процессам. И вы знаете, что вот в этой программной речи господин президент конкретно отметил все границы, все приоритеты, которые мы будем иметь в будущем. Вооруженные силы это номер один, потому что ситуация в нашем регионе, она еще не стабилизировалась. Как и об этом было сказано. Потому что только после мирного соглашения мы будем иметь конкретные горизонты, что и как мы будем делать в нашем регионе, какие у нас будут отношения с нашими странами. Пока Армения, она не пришла к конкретным таким вот действиям, которые будут приводить к мирному соглашению, эта сложность, она всегда будет оставаться в нашем регионе. И мы должны это рассчитывать, мы должны это все вычислять и должны быть готовы к любым вариантам. Вот уникальность нашей страны, Телихан, заключается в том, что мы готовы ко всем вариантам. Вот недавно прошли там выборы, мы прекрасно, у нас были варианты А, варианты Б, варианты В, мы прекрасно знали, что там будет. И конкретно от возникшей ситуации наша страна, она имела свой сценарий. Я считаю, что в этом отношении мы тоже имеем свой сценарий и свою программу. Ну вот, действительно, выборы в Армении, они подошли к концу. И вот, казалось бы, ситуация в этой стране, она должна, как говорится, стабилизироваться. Но вот несколько дней подряд, вот мы видим, как вновь обостряется ситуация, мы сталкиваемся с очередными провокациями. И вот обстреливаются позиции, как раз-таки, вот в Кельбаджарском районе мы об этом говорили, и в ТОВУЗе. Вот неужели военно-политическое руководство этой страны не осознает, что вот такая, в целом, да, реваншитская позиция, она направлена против самих же, да, то есть против армянского народа? Ну, не нужно быть наивным и думать о том, что вот после вот этого вот такого вот поражения, которое потерпела армянская сторона, там будет все гладко и все хорошо. Это было очень наивно думать об этом. Я так думаю, что весь этот сценарий, ожидаемый сценарий. То, что вот в Армении эта ситуация возникла, это очень прогнозируемо. Потому что я вот и на этой студии неоднократно говорил о том, что вот эти реваншистские силы, у них просто нет другого выхода. Они обязательно должны вот эту идею реваншизма использовать, потому что после, если будет мирное соглашение, если будет сотрудничество в нашем регионе, придет время, нужно будет отвечать за эти последствия, за эти 30 лет, которые они вели свою страну в пропасть. Ведь посмотрите, куда пришли мы, Азербайджан, мы пришли к победе, да, а куда пришли они? То есть все 30 лет, которые были потрачены, это были просто впустую. И им придется за это отвечать. Но в военное время, когда будет война, они за это не будут отвечать. Просто у всего народа будет направлена энергия на то, чтобы, допустим, защищаться, воевать и так далее. У них другого просто выхода нет. Они обязаны вот этот реваншизм пропагандировать, чтобы им не задавали вопросы. Я всегда об этом говорил. Им придется отвечать на эти вопросы, как Пашинян неоднократно уже им поставил все эти вопросы. Ведь я всего был два года у власти, а все остальные года выбыли у власти. И все, что было у вас, вот этот технический потенциал, эта экономика, это вот та вот так называемая псевдополитика региональная, да, она привела к этой ситуации. И он, в принципе, задает им вопрос, он стал первым. И я так думаю, что уже второй вопрос задал им армянский народ, когда сделали опять парламентские выборы, сделали выбор в пользу Николы Пашиняна. Это тоже был очередной вопрос, тоже с вами Кочаряна, Суркисяна и всем другим реваншистским силам, которые сегодня хотят что-то сделать. И я еще раз говорю, что все-таки сознание людей, оно будет играть свою определенную роль. Потому что я думаю о том, что каждый человек, в том числе и армянин, который сегодня живет в этой стране, он думает о своем будущем. И у той страны, которая в течение 30 лет так называемой вела свою политику и пришла к провалу и к фиаску, они прекрасно думают о том, что это может быть и завтра, и послезавтра. То есть этим людям, этим лидерам, так называемые в кавычках, этот народ просто больше не доверяет и не собирается доверять. И начинают думать о том, что действительно, как мы жили раньше, мы точно так же будем жить, мы будем сотрудничать. Я неоднократно об этом говорю, что мы никуда от этого региона не переселимся, мы никуда отсюда не уйдем, мы вынуждены жить. И, конечно, мы должны жить в мире. Об этом здесь вопросов нет, и я так думаю, что и для обсуждения никаких других определенных тем нет. Чем быстрее мы это сделаем Тейлиханом, тем будет лучше для нас, для всех наших людей, в том числе и для региона, и для всего мирового сообщества. Ну, лишь бы в самой Армении все это понимали. Ну, их тоже нужно понять, там у них все сложно, я так думаю, что, ну, в принципе, направление, я так думаю, что правильное, и потихоньку-потихоньку будем идти вперед поэтапно. Вот глава государства также говорила о рабочей группе по делимитации и подготовке к мирному договору. Вот в целом это поможет упрочить вот тот хрупкий мир, который вот возник после вот осени 2020 года? Конечно, поможет. Я до этого сказал, что мы должны постепенно идти к этому процессу. Это очень трудный процесс, это тернистый путь, который мы должны пройти, и мы, и они. Просто вот здесь одна вот психологический вот есть момент, который иногда, просто честно говоря, я не понимаю. Ведь есть международно признанные границы, которые закреплены уставом ООН. Армения, Азербайджан. В Армении никаких территориальных проблем нет. В Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. А какого реваншизма вообще можете тереть? Я просто не понимаю. Реваншизм и опять оккупация других территорий, это просто уму непостижимо, и это просто не соответствует никаким же народам. Есть силы для этих реваншизмских вылазок? Как? Вот в Армении есть силы для этих реваншизмских вылазок? Они всегда были и есть, и сегодня они будут. Есть, и это вполне возможно, потому что любая ситуация... Вот, допустим, сегодня руководство страны Армении приняло какой-то определенный позитивный шаг. Открытие границ, коммуникации, зенгерзуцкого коридора, и пошли на разговоры, мировое соглашение. Каждый момент, каждую минуту, каждую секунду это будет использовано реваншизмскими силами. Вплоть до того, что продаются интересы Армении, мы идем под, как говорится, под дубинку турецкого общества и так далее. Этим будут пользоваться. И я так думаю, что армянское общество к этому готово. На выбор они сделали, свой выбор. И другого, как господин президент сказал, что другого пути, как сотрудничества в нашей регионе, второго пути нет. Мы должны все идти в этом направлении. Это Грузия, Армения, Азербайджан, еще плюс три, Турция, Россия. И поэтому я так думаю, что этот процесс, он должен, конечно, включая Иран тоже, вот эта платформа 6, она должна получить практическое применение. Я так думаю, что будущее нашего региона именно в этой платформе, в сотрудничестве, в экономическом развитии. И это приведет тогда и к политической, и экономической стабилизации. И в то же время будет устранен военное потешение какого-либо вопроса вообще. Я хочу все-таки подытоживая, вернуться к нашей доблестной армии. Мы уже говорили о том, что вчера мы отпраздновали День вооруженных сил страны. Вот сегодня тактику ведения боя, азербайджанская армия изучает во всем мире. Вот с учетом всего того, что там применялось. Вот благодаря чему в первую очередь стало возможно проведение таких блестящих операций? В первую очередь, это правильная политика господина президента. На протяжении 30 лет, начиная с той ситуации, когда мы восстановили свою суверенность, прихода нашего общенационального лидера Геодора Алиева, и вот эта вот платформа, которая была заложена им, сегодня она принимает свое практическое применение. Ведь это целая система, это государственность Теалиханам. К этому нужен быть особый подход. Это мудрость, это ум, это любовь к Родине, это верность к Родине. Каждому человеку, каждому гражданину. Вот господин президент воплотил в себя все это. И он вот постепенно, он в своем выступлении сказал, что мы к этому пути, к этому дню шли. Мы шли системно к этому процессу. И вот это вот, каждый раз вот наша экономическая мощь, она возрастала. И он вчера очень интересную фразу сказал, что весь мир об этом знал, что мы, Азербайджан, с этим никогда не согласимся, то есть с поражением. И мы неоднократно об этом говорили. Но, к великому сожалению, мы дали шанс армянской стране. Они этим шансом не воспользовались. Ведь можно было бы решить все нормальных принципов, на основе нормальных принципов. Я так думаю, что было бы нормально. Но, тем не менее, мы имеем сегодня вот эту реальную ситуацию. У нас сегодня победоносная армия справляла День вооруженных сил. Это для нас новая ситуация. Для меня лично, как гражданина, сегодня отмечать этот день имеет особые счастливые мгновения, часы, дни. Я до сих пор в этой эйфории. Потому что и вчера мы были в Исмолинском районе. Господин президент наградил медалями, орденами как семьи шаидов, так и точно тех людей, которые отличились в боевых действиях. И вот мы в Исмолинском районе вчера провели вот эту встречу с этими людьми. Презентовали их медалями и орденами. Это было очень знаковое событие. И самое главное, еще раз мы показали, как государство, мы показали, что мы рядом с шаидами, мы рядом с теми людьми, которые воевали. Они сделали все для того, чтобы восстановить нашу территориальную целостность. Они герои нашего времени. И мы должны сделать все для того, чтобы они вот ту боль, утрату, которая сегодня есть, они просто ее не почистили. Они должны знать, что у них есть государство, у них есть президент, у них есть главнокомандующий, который полностью, всеми своими силами будет защитять их интересы. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. Я напомню, мы говорили с Новрузом Асланом, депутатом парламента Азербайджана, президентом общества красного полумесяца Азербайджана.